Пятидесятью ракетами и пятидесятью шахетами нас поздравила Российская Федерация с разрешением на нанесение ударов западным оружием по территории Российской Федерации. Мы не будем с вами говорить о результативности этих ударов, не будем говорить о причинах, мы прекрасно понимаем, что это истерия со стороны Путина и Кремля. Я обратил внимание на то, что большинство ракет летело очень близко к границе с Польшей, границе с Словакией, ПВО Польши отчиталось о своей очень тяжелой и напряженной ночи. Украинское ПВО, наверное, должно посочувствовать. Как вы считаете, вопрос закрытия хотя бы части неба нашими западными союзниками, он приближается к разрешению или нет подобными инцидентами? Одновременно сложный, простой вопрос, потому что, на мой взгляд, логика неизбежно приведет к необходимости создания вот этого каркаса пассивной защиты над частью, как вы правильно говорите, областей западных, прежде всего центрально-западных областей, для того, чтобы разгрузить системы ПРО, которые дефицитные Украины, и они могли более интенсивно работать по северу, востоку и югу нашей страны. И это, опять же, логика абсолютно объективная, и она непреложно придет к своему логическому правильному финалу. То есть надо это делать. И, соответственно, та же Польша будет более интенсивно отрабатывать. Вот тогда действительно начнутся интенсивные ночи, и тогда можно будет говорить о том, что они действительно работают, они просто не ждут там, где ракета, куда она залетит, залетит ли она в Ивано-Франковскую область, во Львовскую или куда-то еще. Тут более сложный вопрос. Знаете, в чем? Вот это, как и боксер, да, вот Российская Федерация все время пользовалась этим. Она все время пользовалась тем, что давайте мы будем участвовать в бою за пояс абсолютного чемпиона в супертяжелом весе, но только вот этот, кто стоит с той стороны, ему надо запретить наносить удары в ответ. Уворачиваться он может, защищаться как-то может, но не бить только нас в ответ. Вот Российская Федерация просыпается, смотрите, вот она каждую ночь просыпается и говорит, давайте мы будем их бить ракетами. Это же не нарушает международное право, правильно? Это сейчас сарказмом я говорю. Это же никак не вызовет какой-то ответ, какую-то реакцию соответствующую. Нам же ничего за это не будет, то есть мы будем их резать, убивать, сжигать, насиловать. Нам за это ничего не будет, потому что всегда найдется кто-то, кто скажет, а давайте-ка вы не будете отвечать, потому что это приведет к эскалации. Вас убивают? Жалко. Вас режут? Жалко. У вас ракеты все время летят? Ваши дети в подвалах сидят? Жалко. Но вы не отвечаете. Вы стойте со связанными руками и просто, если получится, отвернитесь от удара. Как-то извращайтесь так, чтобы вас эти удары меньше беспокоили. Вот так это выглядит. И это настолько нелепо, и это настолько разодаривает оппонента, да, то есть это настолько разодаривает Путина. Посмотрите, это стоит такой в карманах, нахохлившийся такой персонаж, и он там рассказывает о том, что, ну, смотрите, ну, они там ударят нам, дадут разрешение Украине защищаться в полном соответствии с международным правом, наносить удары по местам, откуда мы их бьем. Но тогда у нас же есть ядерное оружие, а там же места компактного проживания. То есть субъект же не понимает, что место компактного проживания – это город Москва. А там же есть места компактного проживания, мы ядерное оружие используем. У меня всегда возникает здесь вопрос ко всем. Так и? Ну вот гопник вам прямо угрожает. И более того, если вы продолжите играть в игру, только не сопротивляйтесь, ему гопник будет повышать, повышать ставки. И в какой-то момент будет просто приходить и говорить «Отдайте, отдайте, отдайте, я вас тут изнасилую всех». И так далее. И вы будете продолжать на него смотреть. Так, ух ты, это же страшно так-то. Это после двух лет войны, кстати. И поэтому, отвечая сложно здесь, нужно избавляться от иллюзий. Россия в таком виде всегда будет угрозой. Россия должна проиграть. В любом случае. Для того, чтобы Россия проиграла, нужно не где-то как-то что-то дебатировать, а просто передать всё, что нужно Украине. Да, есть вопросы к Украине, они будут. Есть вопросы друг к другу, я имею в виду среди стран, надо или не надо. Но сейчас очень простой момент исторический. Всё сюда, положили на эту войну, положили в эту войну вернее. И после этого будем разбираться, как дальше формировать каркас безопасности. Россия не понимает слов, Россия не понимает договорённости, Россия не готова жить в рамках тех правил, которые сегодня являются доминантными для современной цивилизации. И Россия должна обязательно проиграть, если вы не хотите, вы, я имею в виду те страны, не хотите утром просыпаться под звуки сирен, неожиданно звучащих. Михаил, вот это ваше сравнение со связанным по рукам и ногам боксёром, его ведь можно экстраполировать и на вот это решение о применении западного вооружения. Потому что такое ощущение, что развязали одну руку максимум, понимаете. Столько ограничений и по территории, по которой можно бить, и не всеми видами ракет. Объясните, вот многие говорят, что это большая победа, и это поворотный этап в этой войне. Видите ли вы этот поворотный этап, да? Давайте разберёмся. Поворотный этап, на мой взгляд, поворотный этап – это когда есть паритетное количество оружия. И если экономика работает правильно, ну имеется в виду экономика войны, психология войны и количество войны. То есть количество – это паритетное количество оружия, которое есть у сторон воюющих. Не когда-то там в будущем, а здесь и сейчас. Второе – это когда сторона, которая защищается в рамках международного права, имеет право использовать любые инструменты, прописанные юридически. А это в том числе разрешение на использование военной техники в любом объёме, по любому месту на территории страны-агрессора. То есть здесь не должно быть ограничений. Психология – это когда люди верят в то, что Россия должна проиграть в полном объёме. А для этого соответствующие шаги делают. Это очень важные параметры. Ну и, наконец, экономика. Ну это просто анекдотично всё выглядит, да? То есть когда глава крупной компании «Риттерспорт» выходит и говорит, смотрите, так российские дети любят шоколад, мы же не можем им не продавать. Поэтому мы увеличиваем продажи. Мы хотим просто больше налогов платить в России, чтобы они больше купили ракет, чтобы этих ракет убило украинских детей, которые почему-то, по его мнению, наверное, шоколад меньше любят. Или, ну, наверное, можно убить, потому что там же дети шоколад любят. Поэтому нужно украинских детей убивать. Это примерно вот всё в одном плане. Можно ли разрешение на нанесение ударов по территории России считать победой дипломатической? Да, безусловно. Почему? Потому что это другой уровень дискуссий. Да, не в полном объёме пока, но пошагово всё придёт туда, куда должно. Я всё время об этом должен. Я всё время об этом говорю, что все решения будут приняты в пользу Украины. Все виды оружия будут переданы Украине. Все табу, которые там, красные линии табу, будут сняты. Вопрос в другом. Проблема у нас сейчас в другом. Проблема, что всё это будет всегда сделано с опозданием. Ну, то есть, вот дорога ложка к обеду, да? То есть, в какой-то конкретный момент у вас должно быть конкретное количество оружия. У вас должны быть сняты все запреты. Вы должны иметь право делать то, что считаете в рамках стратегии, тактики или оперативно-тактических действий внутри войны. Если вы это делаете позже, то та сторона уже успела к этому адаптироваться, подготовиться, построить оборонительные сооружения. Я сейчас про запорожское направление и так далее. И тогда цена ответа вашего будет выше. Вот если бы все вот эти дискуссии, которые мы сегодня с вами обсуждаем, имеется в виду и построение пассивного неба, и разрешение на использование оружия натовского по территории России, и возможность введения сюда иностранных контингентов, которые будут выполнять определенные тыловые задачи, реализовывать тыловые задачи, тренинговые, инженерные, логистические, неважно какие и так далее. Вот если бы все это принималось своевременно, после первых двух-трех недель начала полномасштабного вторжения, мы бы с вами сегодня обсуждали бы о том, какие внеочередные выборы в слабодемократических осколках под названием «Российские федерации» проходят. Понимаете? Это настолько исторически понятно, предопределено и так далее. Но тем не менее, сам факт, что сегодня эти дискуссии идут, сам факт, что есть уже конкретное заявление и от Соединенных Штатов, которые наиболее консервативно смотрели на это, и от Германии, которая еще буквально три года назад, напомню, три года назад вообще считалась чуть ли не партнером России, втягивая Россию в единое экономическое пространство Европы, как одного из перспективных больших контрагентов. Понимаете? То есть все изменилось. Медленно изменяется, но изменяется. И вот эти разрешения, эффективное их использование, опять же, но здесь надо говорить, когда мы говорим о ситуации по линии фронта, о комплексном решении. Да, само по себе разрешение, если у вас продолжающийся дефицит ракет, оно же ничего не дает, правильно? Ну, то есть вас просто не будет хватать этих ракет. У вас будет три ракеты. Да, вы их сможете ударить, например, по месту концентрации в Белгородской области, опять же, какого-то ресурса или артиллерийского ресурса и так далее, но у вас три ракеты. Если у вас будет 300 ракет, это уже будет существенно влиять. Поэтому комплекс мер. Какие, если коротко? Первое – количество оружия. Второе – авиационный компонент, те же F-16. Третье – системы ПРО, которые будут в большем объеме и которые, соответственно, будут позволять более эффективно закрывать небо, в том числе по линии фронта. Четвертое – это конкретное разрешение юридического характера, которые точно снимают те или иные ограничения. Вот это все вместе будет работать. Хорошо, но вы как никто знаете, что из этих четырех пунктов выполняется, что тормозится. Все выполняется и все тормозится. Мы же только что выше чуть-чуть об этом говорили. То есть все решения… Вот я хочу, чтобы мы это как… Все решения правильные, да, но… Я хочу, чтобы мы такую себе формулу имели в виду, да. Я не знаю, как это объяснить нашим партнерам. То есть они в любом случае примут все решения. Они уже их принимают. Вот помните, да, там полтора года назад, два года назад мы там обсуждали «Хаймарс», «Дадут», «Не дадут». Это было вообще невозможно даже думать о том, что «Дадут». Потом, помните, обсуждали «Абрамсы», «Леопарды», а до этого «Три Семерки», «Артиллерию» 155-го калибра. Вообще сначала обсуждали, можно ли Украине передавать что-то тяжелее с точки зрения военной техники, чем «Джавелины» и так далее и тому подобное. Сейчас уже сняты вопросы по «Атакамсам», по «Ф-16», по тем или иным системам «Патриот», «Сампт» и так далее. То есть все дают, видите? То есть формула работает следующим образом, все дадут. Но просто, еще раз, в этой формуле всегда будет одна переменная с опозданием. А вот это опоздание — это временной параметр, а время бесценно. В любом кризисе основной активность, мало кто понимает, в любом кризисе, если вы хотите эффективно управлять кризисными технологиями, антикризисными технологиями во время кризиса, у вас главный ресурс — это время, скорость принятия решений. То есть вы в любом случае знаете, как хороший антикризисник работает всегда. Он должен сначала принять для себя решение — отдам все. Вот весь ресурс, который есть, сопоставимый с той стороной, я отдам для того, чтобы решить кризис. А потом он начинает идти от обратного. Все готов отдать. А потом думают, так, вот это сейчас прямо отдам, потому что это нужно срочно реализовать. К сожалению, наши западные партнеры идут по стандартному консервативному пути, чайная ложка в день, вместо того, чтобы сказать так, вот смотрите, вот этот весь ресурс будет у Украины. А дальше вопросы логистики, вопросы электоральных каких-то конфликтов, если они возникают, дискуссии, например, дискуссии внутри европейского сообщества с целым рядом стран, которые занимают очень дивную позицию. Вы эти страны прекрасно знаете, то есть они внутри Европейского Союза эффективно пользуются, скажем так, и рынками общими, и финансовыми рынками общими, и доходностью Европейского Союза. Но почему-то считают, что Российская Федерация — неплохая страна, которая имеет право просто понасиловать другую страну. Ну, то есть это как бы немножко странно. Но, несмотря на все это, решение, конечно, нужно принимать быстрее. Редактор субтитров А.Семкин